1 ноября в Ненецком округе начнется призыв на военную службу. В этом году ряды российской армии пополнят более 100 жителей региона. Подготовка к призыву в Ненецком округе уже началась. Было проведено предварительное медицинское освидетельствование. Впереди тщательная проверка состояния здоровья окруженных призывников. На воинском учете в Ненецком округе сегодня состоят более 800 граждан призывного возраста от 18 до 27 лет. В осяне призыв 2017 года на медицинскую комиссию вызовут порядка 400 призывников. Из них по результатам тщательного отбора на военную службу отправится чуть более 100 ребят, рассказал военный комиссар Ненецкого округа Игорь Ибраев. Порядка 20% отсеется по состоянию здоровья. Около 50% получат отсрочку на период получения образования. Кстати, с 1 января этого года улучшилась ситуация для студентов колледжей, техникумов и училищ. Вне зависимости от того, по окончании какого класса они поступили в учебное заведение, им предоставляется отсрочка до момента окончания учебы и достижения ими 20-летнего возраста. Например, он закончил школу, получил среднее образование, после поступил в техникум, ну куда-то получать такое же среднее образование. То, что, соответственно, 18 лет ему исполнилось, мы эти граждане призывали, потому что он имел основное среднее образование. Сейчас уже не призываем с этого года. Они будут получать отсрочку. И, соответственно, понимаете, что количество граждан, которые приобретут отсрочку по учебе, по отношению с прошлым годом, увеличится. И на серьезную цифру увеличится. Потому что многим пацанам мы в прошлом году не дали доучиться, к сожалению. Исходя из требований федерального законодательства. Традиционно срочники из Нинецкого округа проходят военную службу на Северном флоте, в сухопутных войсках Западного военного округа, в 12-м главном управлении Министерства обороны, это служба на Новой Земле, военно-космических войсках в Плесецке и Мирном, военно-воздушных и военно-морских силах, а также во внутренних войсках МВД. Большинство ребят из Нинецкого округа служат в Западном военном округе. По предварительным данным, 6 человек в этом году поступят на службу на малый противолодочный корабль «Нарьинмар». В каких войсках будут служить будущие новобранцы, решит призывная комиссия. Ну и у самих ребят уже есть представление о будущей службе. Роман Козлов, например, ведет себя в военно-космических войсках, и не только на срочной, но и на службе по контракту. Вот я думаю об этом, как бы желаю служить, да и пойти по контракту. А почему тебя привлекает? Не знаю, давно как-то об этом думал, что военным хотелось стать. Давно. Вот и решил. Сегодняшние новобранцы понимают, служба в армии – это не только отдать долг родине, это серьезный этап в их жизни. Кто-то свяжет свое будущее с военной профессией, а кто-то вернется на гражданку, но и здесь полученный опыт не пропадет, ведь зачастую служба в армии становится обязательным условием при приеме на работу. А вообще армия – это хорошая жизненная школа. Так сегодня напутствовали ребят на оставшей уже традиционной акции «Призывник». Замглавы администрации Нарин Мара, подполковник запаса Андрей Бережной привел лишь несколько причин, почему стоит идти в армию. Это возможность попробовать себя на вшивость, это возможность пожить в суровом мужском коллективе, научиться управлять собственными эмоциями, научиться выполнять команды, не обсуждая, нравится, не нравится – это маме можно говорить, в армии это говорить некому, там по головке никто не погладит. И это хорошо, потому что только так формируется настоящий мужской характер. Успешная служба хороших командиров и надежных товарищей в качестве пожелания передал и временно исполняющий обязанности губернатор Ниницкого округа Александр Цибульский. Напомню, призывная кампания в регионе стартует 1 ноября. Первая группа ребят отправится к местам службы уже 7 ноября.